МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина, и мы начинаем. Мурманская область начала подготовку к весеннему паводку. Для отработки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций проводится учение. В полной готовности находятся 4,5 тысячи сотрудников экстренных служб, свыше тысячи единиц техники, включая плавательные средства и авиацию. Такие цифры озвучили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. В этом месяце будут организованы специальные предпаводковые осмотры на 30 территориях, требующих особого внимания. Специалисты тщательно контролируют состояние водных объектов. В текущем году у нас имеется возможность образования заторов на реке Варзуга в период вскрытия реки, но при этом без достижения опасной отметки высокого уровня воды. В регионе работает 45 гидрометеорологических постов и 25 автоматических гидрологических комплекса. По прогнозам синоптиков у нас будет достаточно тёплая погода и резкое потепление, поэтому уровень риска высокий. И хочу на это особое внимание, конечно, обратить все службы, все муниципальные образования. Переход температуры от отрицательной к положительной предполагается во второй половине апреля. Лёд на реках Мурманской области начнёт таять в конце месяца. Для предупреждения и ликвидации возможных опасных ситуаций созданы материальные и финансовые резервы. В регионе продлили приём заявок по программе «Свой дом в Арктике» до 1 мая. Жители Мурманской области всё ещё могут получить до полутора миллиона рублей на строительство или покупку дома. Традиционно самой многочисленной категорией получателей сертификатов остаются многодетные семьи, врачи и учителя. С начала работы программы «Свой дом в Арктике» северяне получили уже 984 сертификата. Из регионального бюджета было выделено более миллиарда рублей. С каждым годом количество желающих растёт. Если в 2023-м еженедельно рассматривали до 25 заявок, то в этом году до 65 заявок. С начала 2024 года уже выдан 361 сертификат на сумму 474 миллиона рублей. И за предыдущую неделю принято ещё 103 заявления на общую сумму 135, почти 136 миллионов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Однако средств в бюджете Минстроя Мурманской области на удовлетворение всех поступивших заявлений не хватает. Тем не менее, по инициативе губернатора Андрея Чибиса приём заявок было решено продолжить ещё на месяц, до 1 мая 2024-го. Ещё одним вопросом в повестке совещания стало подведение итогов реализации стратегического плана на севере жить в Печенском округе. За пять лет здесь удалось капитально отремонтировать десятки домов, решить проблемные вопросы в сфере медицины, привлечь к работе новых специалистов. Как отметил глава региона, в населённых пунктах проживают участники специальной военной операции и их семьи. Поэтому внимание к их развитию правительство региона уделяет особое. С 2019 года благодаря плану на севере жить на реновацию Печенского округа направлено почти 9 миллиардов рублей. На эти деньги удалось капитально отремонтировать 37 жилых домов, привести в порядок около 8 тысяч метров коммунальных сетей, создать пространство для молодёжи сопки и сопки спорта, а также начать строительство социально важных объектов. В музыкальных школах округа обновлены музыкальные инструменты на сумму более 5,5 миллионов рублей. Из 10 библиотек с 2021 года в 5 проведены капитальные ремонты, обновлена мебель и инвентарь. В помещении одной из библиотек было отремонтировано за внебюджетные средства Кольской горно-металлургической компании. Улучшается ситуация в сфере здравоохранения. Отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. Открыт фельдшерско-акушерский пункт в Райковске. Закуплено новое оборудование – компьютерный томограф, аппарат ЭКГ для реанимации, УЗИ и флюорографии. Благодаря активности и инициативности жителей округа в рамках программы «На севере твой проект» в этом году воплотят пять проектов. Александра Пескова, Станислав Евглевский, ТВ21+. Золотая медаль и два мировых рекорда. Мурманский богатырь Леон Мирошник подтвердил статус сильнейшего человека на планете на соревнованиях в Дубае. Юрий Монаков встретил силача в аэропорту. Мурманчанин Леон Мирошник стал победителем чемпионата мира по стронгмену, который прошел в Дубае. Силачу удалось побить мировые рекорды в эстафете «Оверхед», когда весовые снаряды различных конструкций до 230 кг поднимаются над головой, а также в эстафете «Микс», включающий в себя бег со снарядами весом 300 кг на дальность и время. «Участие приняло 22 атлета в моей весовой категории. Из соперников хотелось бы отметить Кастерина из России, Евгения. Иранец был крепкий, Араб тоже был, Мухаммед крепкий. Но, как казалось, север сильнее». Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из более чем 20 стран мира в двух мужских и одной женской весовых категориях. Леон признается, золотая медаль – это общая заслуга его большой команды и родных. «Как помним, три года назад у меня в Териберке отстегла травма серьезная. И многие говорили, что уже не получится восстановиться. Но я очень рад, что это получилось. И я осуществил свою мечту, стал чемпионом мира». «Леон делится формулой успеха. Четкая цель плюс года тренировок, которым он посвящает все свободное время. Самодисциплина строгая, причем во всем. В питании, в режиме, в занятиях. Никаких послаблений. Только так можно достичь результата, уверен спортсмен. Заполярному силачу принадлежат многие российские и мировые рекорды». Юрий Монаков, Данил Пугачев, ТВ21+. Тем временем в селе Лавозеро состоялись традиционные гонки на оленьих упряжках. Это одно из самых зрелищных мероприятий праздника Севера. Оно посвящено культуре коренного малочисленного народа Мурманской области – Саами. Принять участие в национальных состязаниях полярной олимпиады в этом году решили 53 спортсмена. Для села Лавозеро праздник Севера стал настоящим торжеством. В субботний день в селе собрались сотни гостей со всего региона. Яркая концертная программа, выступления творческих коллективов, ярмарка и танцы. Кульминацией праздника стал зрелищный заезд оленьих упряжек под управлением опытных каюров. Победителем в заезде на 1600 метров стала Татьяна Юрьева. На дистанции 3200 метров победу одержал Андрей Сарванов. А в Мурманске состоялся долгожданный юбилейный 50-й лыжный марафон. На Кольскую землю съехались лыжники из 69 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На старт вышел участник самых первых гонок 1974 года Геннадий Нечаев. Болельщики увидели звезд мирового спорта – Алексея Петухова, Александра Панжинского, Дениса Спецова. Подробнее расскажет Элина Шагенова. С каждой минутой перед стартовой чертой все больше лыжников. Проверка снаряжения и разминка – важные действия, которые могут повлиять на результат марафона. 36-летний Михаил Комаров приехал из Иваново. Кататься на лыжах полюбил еще в детстве, хоть признается не с первого и даже не со второго раза. Давно хотел попасть на мурманский лыжный марафон. Наконец выпала возможность. Накануне соревнований даже успел опробовать трассу. Есть где поработать. Расскажите, где, например. Первый подъем самый, который будет, ну, на первом кругу это будет не так значительно, я думаю, ощущаться. А вот на втором уже кругу будет ощущаться. И вторая половина, если не ошибаюсь, вот в ту сторону, которая уходит. Тоже оценил, что хочешь отдохнуть, но не получится. Расслабиться не дадут Михаилу и сотни соперников. В юбилейном лыжном марафоне участвуют около трех тысяч спортсменов из 69 регионов России. А еще Германии, Словакии, Грузии и других стран. Но прежде чем они стартуют, с пятиминутным гандикапом покорить трассу отправляется Геннадий Нечаев. На спине золотой номер 1974, год, когда впервые лыжную гонку включили в полярную олимпиаду. Геннадий Нечаев был одним из первых его участников. Элина Шигенова, Максим Чинкин, ТВ, 21+. Кто оказался самым быстрым и выносливым? И чем занимались болельщики, пока спортсмены преодолевали 50-километровую дистанцию? Расскажем в вечернем выпуске новостей. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале, а также в социальных сетях TV21, в Одноклассниках и ВКонтакте. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня в Кандалакше минус 2, минус 4 снег. В Умбе также возможны осадки до минус 3. В полярных зорях снег около 3 градусов ниже нуля. В Апатитах осадки минус 2, минус 4. В Кировске столбик термометра опустится до минус 6 снег. В Кавдоре осадки минус 2, минус 4. В Манчегорске около 3 градусов со знаком минус осадки. В Лавозере снежно до минус 5. В Оленигорске минус 2, минус 4 снег. В Никеле осадки до минус 6. В Заполярном снежно минус 4, минус 6. В Североморске также возможны осадки. Минус 2, минус 4. В столице Заполярья снег. Минус 2, минус 4. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова